Время новостей на нашем телеканале в студии Олесик Айряк. Здравствуйте! Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. В четверг после более чем двухмесячной паузы народные избранники собрались на пленарное заседание. Из 101 депутата в парламенте присутствовали 92. В повестку дня было включено 29 законопроектов, которые предстоит рассмотреть и вынести на голосование. Среди них несколько законов о ратификации некоторых соглашений, а также другие социальные инициативы. В начале заседания лидер ДПМ Павел Филипп объявил, что его партия выходит из коалиционного большинства в парламенте и, соответственно, уходит из власти. При этом он уточнил, что демократы будут поддерживать законы, разработанные на благо народа и исходящие из европейского курса. Напомним, в последний раз депутаты собирались 11 сентября. Сержу Сырбу на сегодняшнем заседании парламента официально объявил о решении шести депутатов выйти из группы про Молдова и создании платформы за Молдову. В ее состав в том числе входят 9 депутатов партии Шор. В то же время в политформировании уточнили, что присоединение к парламентской платформе за Молдову не означает исчезновение фракции политической партии Шор, а объединение усилий для принятия законопроектов в интересах граждан. Депутат Сергию Сырбу, один из основателей платформы для Молдова, эксклюдают eventual возвращение к ПРОМОЛДОВА, как ответственность к алузе, сделаной из лидера группы ПРОМОЛДОВА. Просим прощения за технические накладки. Продолжим выпуск. Тем временем еще одно предвыборное обещание партии Шор реализовано на национальном уровне. В сентябре политформирование зарегистрировало законопроект, согласно которому жители сел, разводящие домашний сход для собственных нуждей, должны будут получать субсидии на каждое животное в отдельности. В среду правительство утвердило регламент, основанный на инициативе депутатов от партии Шор. Решение правительства предусматривает предоставление прямых выплат из расчета на каждое животное, чтобы предотвратить постоянное сокращение поголовья скота, компенсировать высокие затраты на содержание и тяжелые условия труда для животноводов. Согласно документу, владельцы коров специализированных пород получат по 7 тысяч леев за каждое животное, владельцы коз и овец по 500 леев. Субсидии на племенных животных составят на 50% больше. Для этого из Национального фонда развития сельского хозяйства выделят почти 62 миллиона леев. В партии Шор выразили удовлетворение тем, что правительство при разработке регламента взяло за основу законопроект политформирования. Молдавские производители картофеля жалуются, что им негде продавать свой рожай. Из-за пандемии упал спрос со стороны ресторанов и кафе, да и рядовые потребители стали покупать овощи меньше. Фермеры утверждают, что полки магазинов и прилавки на рынках заполнены импортным товаром, который предлагают по более низким ценам, чем молдавский. Раду Гросу много лет выращивает картофель на принадлежащих ему землях в селе Дубасара Криулянского района. Это один из крупнейших производителей в стране, продукция которого поставляется на рынки и в сети магазинов столицы. В этом году фермер получил хороший урожай пяти сортов картофеля со ста гектаров, чему был очень рад, но теперь не знает, кому и как продать урожай. Отсутствие потребительского спроса. Важным фактором сбыта является сфера хорика, и, соответственно, нет таких продаж, как в предыдущие годы. У нас есть все шансы не продать картофель до следующего года. Другим фактором, препятствующим продажам молдавского картофеля, стало то, что местный рынок заполнил импорт. Привезённый товар продаётся по более низким ценам, чем местный, говорит Раду Гросу. Цена на импортируемый картофель примерно на 20% ниже, чем на местный товар. Они получают дополнительные субсидии, которые позволяют им продавать картофель по более низкой цене, которую мы не можем себе позволить. Фермер говорит, что в прошлом году, в это время года, ситуация была совершенно иной. Был дефицит картофеля, спрос был гораздо выше. И в этот период, в конце ноября, мы уже закончили продажи нашего картофеля. Нам пришлось закупать его у других местных фермеров или даже начать импортировать товар. Чтобы помочь фермерам, власти должны наложить временный запрет на импорт картофеля или повысить таможенные пошлины, заявляют представители Ассоциации производителей картофеля. Слишком много импорта. Наши производители в убытке. Они вкладывают деньги в семена, в технологии, в хранение. И в итоге не могут реализовать картофель по 4-5 лев за килограмм, хотя это довольно неплохая цена. В свою очередь, в Министерстве сельского хозяйства заявляют, что они не могут запретить импорт этой культуры и что производители картофеля пока не сообщили властям о своих проблемах. Министерство не может вмешиваться в регулировку цен. Республика Молдова является членом международных торговых организаций и в соответствии с соглашениями мы должны предоставлять равные условия реализации для всех. По статистике, житель Молдовы потребляет ежегодно около 110 килограммов картофеля. В этом году посевы картофеля заняли почти 23 тысячи гектаров, что почти на 5 тысяч больше, чем в 2019-м. Данные Национального агентства по безопасности пищевых продуктов показывают, что в 2020 году наша республика импортировала почти 45 тысяч тонн картофеля, а в прошлом году более 51 тысячи тонн. Цена за килограмм картофеля составляет от 5 до 8 леев, тогда как в 2019 году она доходила даже до 20 леев за килограмм. Инспекция по охране окружающей среды полностью приостановила деятельность пункта по сбору металла, расположенного у въездов Ханчешты. Решение было принято после проверок, которые показали, что компания работала незаконно. Прибывшие на место инспекторы выявили, что пункт приема металла работает без законных на то оснований, не имея прав на сбор и хранение черных и цветных металлов. Вместе с тем специалисты выявили утечку промышленных масел после сжигания резиновых отходов. За последние 4 месяца местные власти издали несколько предписаний в отношении компании по сбору металла, которые ее представители проигнорировали. Поэтому было принято решение полностью приостановить работу предприятия. Экономический агент был обязан разместить контейнеры, предназначенные для сбора и хранения отходов цветных металлов, использованных батарей и аккумуляторов, чтобы избежать риска смешивания разных категорий отходов, в том числе с опасными. При этом контейнеры должны были иметь соответствующую маркировку. Компания сможет возобновить деятельность только после выполнения указанных предписаний. Добавим, в середине прошлого месяца наша съемочная группа побывала в Ханчештах, пообщалась с недовольными местными жителями и руководством населенного пункта. Люди были готовы выйти на протест, если металлобаза у въезда в город не прекратит работу. А сейчас вернемся к новости о платформе «За Молдову». Серджию Сырбу на сегодняшнем заседании парламента официально объявило решение шести депутатов выйти из группы про Молдову и создание платформы «За Молдову». В ее состав в том числе входят девять депутатов партии «Шор». В то же время в политформировании уточнили, что присоединение к парламентской платформе «За Молдову» не означает исчезновение фракции политической партии «Шор», а объединение усилий для принятия законопроектов в интересах граждан. Депутат Серджию Сырбу, избранный секретарем парламентской платформы «За Молдову», отметил, что законодатели, присоединившиеся к этой группе, намерены поддерживать и голосовать за все проекты, направленные на улучшение жизни граждан. В свою очередь представители партии «Шор» заявили, что присоединение к парламентской платформе «За Молдову» не говорит об исчезновении фракции политической партии «Шор», которая продолжит полноценно функционировать в законодательном органе. Депутаты будут строго соблюдать свои обязательства перед гражданами и будут продвигать предвыборную программу партии в парламенте, говорится в пресс-релизе политформирования. Мы будем работать исключительно для граждан, мы будем голосовать только в интересах людей, хороших проектов для людей, для страны, и мы не допустим навешивания ярлыков, проверок или другого давления с чьей-либо стороны. Между тем, Серджио Сырбу исключил возможное возвращение в Промолдову, отреагировав таким образом на намек, сделанный в среду лидером группы Промолдовы Андрианом Кантом. Сырбу утверждает, что были причины, по которым он и его коллеги покинули эту группу. В то же время он напомнил тем, кто считает, что депутаты находятся на службе у партийных лидеров, что они глубоко ошибаются. Большинство основателей партий Промолдовы, те, кто стоял у истоков основания данной партии, ушли не для того, чтобы вернуться. Если ушли основатели, то причины, безусловно, были. Надеюсь, нам не придется раскрывать всю подноготную. Цель парламентской платформы «За Молдову» – объединить депутатов, которым не безразлична судьба страны и ее граждан. В платформу вошли 6 депутатов, ранее вышедших из группы Промолдова и 9 членов фракции партии ШОР. Перейдем к теме пандемии. Число скончавшихся от COVID-19 во всем мире достигло рекордной цифры – более 10 800 человек всего за 24 часа. Большинство смертей было зарегистрировано в Соединенных Штатах и странах Европы, где вовсю свирепствует вторая волна пандемии. Коронавирус продолжает наводить свой порядок и в Румынии. Морги больниц переполнены, тела умерших хранят в контейнерах. Тем временем в Швейцарии уже не осталось свободных мест в реанимациях, а Венгрия продлила чрезвычайное положение в стране до 8 февраля 2021 года. В Румынии, где уже почти 384 тысячи заболевших коронавирусом, за последние сутки прибавилось еще более 10 300 новых случаев. Пациентов, которые умирают из-за осложнений COVID-19 в больнице округа Сибил, округа с высшим уровнем инфицирования доставляют в морг в контейнерах. А в Тимишуаре морги уже не вмещают то количество тел, скончавшихся от осложнений после вируса нового типа, и их хранят в рефрижераторах на 50 мест, расположенных на стадионе. Родственники приходят за телами, но сам процесс опознания может затянуться на несколько недель, поскольку большинство родных находятся в карантине. У нас бывают случаи, когда все члены семьи с подтвержденным коронавирусом находятся на карантине дома, и мы должны заботиться о телах до тех пор, пока они не выйдут из самоизоляции и не смогут заняться похоронами. В Швейцарии все койко-места в палатах интенсивной терапии заняты. Местные врачи обратились к больным, находящимся в группе риска, с просьбой составить бумагу с указанием, хотят ли они быть подключены к устройствам жизнеобеспечения. Между тем, за последние две недели в Соединенных Штатах регистрировали более 100 тысяч новых случаев ежедневно. Последнего миллиона инфицированных Америка достигла всего за шесть дней. Число госпитализированных американцев достигло рекордных 77 тысяч пациентов. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вакцины для борьбы с инфекцией не будут доставлены вовремя в страны, сталкивающиеся со второй волной пандемии. Со своей стороны, Еврокомиссия рекомендует использовать экспресс-тесты для выявления симптоматического коронавируса. Тем не менее, тесты менее точны для обнаружения вируса у бессимптомных пациентов. С другой стороны, исследование, проведенное испанскими врачами, указывает на то, что многие из тех, кто излечился от коронавируса, проходят крайне трудный путь восстановления. В список симптомов, возникающих после COVID-19, велик. Некоторые из них – это усталость, бессонница, затрудненное дыхание, мышечные боли, потеря памяти и выпадение волос. И в завершении этого выпуска призыв о помощи. Ушел в лес за грибами и так и не вернулся. 63-летнего жителя села Микауть Страшенского района, пропавшего три дня назад, разыскивают родственники, полиция и группа волонтеров. В четверг об исчезновении мужчины правоохранителям сообщила его жена. Полиция просит помощи у граждан. Отличительные черты – рост метр восемьдесят, глаза карие, телосложение среднее. В тот день, когда мужчину видели в последний раз, на нем была шапка черного цвета, бежевый пиджак, черные брюки и черные туфли. Со слов сельских жителей, в день исчезновения его видели направляющимся в сторону леса. По данным полиции, этот мужчина уже пропадал три года назад. Тогда его нашли через неделю, он шел пешком по дороге в сторону Ковшанского района. Те, кто видел мужчину или имеет какую-либо информацию о его местонахождении, просят позвонить в Единую службу экстренной помощи 112 или по номерам 068-2012-53-068-2014-02. Таковы новости к этому часу. Я, Олеся Кайряк, на данный момент с вами прощаюсь. Удачного вам дня в продолжении, берегите себя и до встречи в эфире в 21.00. Субтитры подогнал «Симон»